Сейчас такое произошло, я сейчас такое узнала. Ко мне вот только что приехала моя подружка детства, Кристиночка. Помните, я вам рассказывала, что у меня было тяжёлое детство? Я из города Великие Бомжицы. Кристине всего лишь 20 лет. Но у неё уже 17 детей, и у неё очень тяжёлое финансовое положение сейчас. Она даже не может устроиться на работу, и она пошла не на биржу труда, а ко мне под дверь. Кать, скажу честно, очень плохо. Последний хрен с солью доедаю. У меня муж в переходе Моргенштерна поёт. А на мне ещё кредит за мамину шубу висит. Я никогда на таком дне не была. Господи, какой кошмар. Кристиночка, малышка моя, пожалуйста, ты не переживай, ладно? Не переживай. Послушай, я сейчас чисто случайно, да, на днях придумала. Придумала марафон. Марафон называется «Пятьсот способов нажиться на ложках». И ты, поверь мне, ты будешь рубить капусту, как шеф Иблев. Я тебе обещаю. Давай, мы не сдаёмся, мы двигаемся вперёд. Только вперёд, да, да, вперёд, вперёд, вперёд. Девочки, девочки, вы просто сейчас не поверите своим глазам. Знаете, кто сейчас ко мне пришёл в гости? Кто ко мне пришёл в гости, а? Раз, два, три. Это моя бизнес-вумен. Кристина, я просто в шоке. Боже мой, какая ты красотка. Ты что, помылась? Всё благодаря твоему марафону. Я с первой получки так преобразилась. Мне вообще на карту деньги приходят. Я, конечно, не знаю от кого. Ну, вроде бы это зарплата. Класс! Ребята, я просто в шоке. Крис, Крис, ты такая большая молодец. Ребята, представляете, что успела сделать Кристина? Теперь она работает с Пугачёвой. Она записывает тик-токи. Гном-гномычу, да-да, именно ему. Но главное, она теперь выпустила свой собственный чек-лист, как делать ректальные свечи в домашних условиях. И уже начала зарабатывать свои первые деньги. Да, Крис? Да. Я личность. Я сильная. Смел. Тссс. Просто скажи, стоит покупать мой марафон? Да! Через три, два, один, свайпайте вверх, мы начинаем продажу моего супер-марафона. Прокачай себя. Прокачай себя и своих близких. Ясно? А-а-а, а потом не говори, что я тебя не предупреждала. Последние места на мой марафон я продаю уже сегодня. Закрываются продажи на мой марафон. За участие дам вот этот айфон. Вот стол вот этот тоже дам. Быстрее покупайте. Ребят, просто объясните мне сейчас. Просто объясните. Вы что, не хотите зарабатывать деньги? Я не понимаю. Вот напишите мне вот сюда сейчас. Почему вы не покупаете мой марафон? Я просто не понимаю. Правда? Вот просто вот прямо сейчас напишите мне, пожалуйста, сюда. Почему? Привет, Ютуб. И у вас, наверное, сейчас много вопросов. Что это вы сейчас посмотрели? А это история, основанная на реальных событиях. Ведь именно такой спектакль почти один в один я каждый день вижу в сторис крупных блогеров. Лерчик, Катринка Фэмили, Хелен Йес, кто какая и многие другие блогеры с творческой агрессией пытаются задвинуть там свои марафоны и курс по заработку. И в ход, знаете, идет все. От слез до украинцев. Вот сейчас слушайте внимательно, потому что я начинаю злиться. Я посмотрела видео и меня просто накрыло воспоминания. Вот что вас останавливает от покупки курса? Вот мне просто интересно, что вы не хотите больше зарабатывать. Все, ребят, меня отпустило. И сейчас я создала вебинар, который научит вас специальности СММ за пару дней. Но вот этот психологический террор уже не работает. Инстаграм слезам не верит, как говорится. Охваты и продажи инфокурсов падают. Надо придумывать что-то новое. Например, вести живого персонажа. Ну, как успешный кейс. И на помощь приходят, конечно же, кто? Родственники, давние какие-то подружки и несчастные обездоленные подписчицы. И вот еще вчера Юлечка из Чебоксар забежала за двумя детьми от мужа Арбузера. Всего боялась, была закрытая к переменам. А уже сегодня, благодаря марафону, она стоит в пиджаке с кудрями. Ведь поднялась, сидя дома, 82 тысячи рублей за две недели. Вау, друзья, я тоже так хочу. А вы, тем временем, насмотревшись таких мотивирующих сторис, мне на панике пишите. Катя, а будет ли разоблачение Даши, подруги Лерчика? А знакомая-то у Лерчик постановочная. Разберись. И, друзья, вас можно понять, ведь выглядит все это, ну, давайте так, честно, ну, очень театрально и даже местами крипово. И да, прецеденты с реальным театром тоже были. Ну, когда подписчики обнаружили, что главная героиня сторис, блогера Марины Литвиновой под ником борода.лайв, самая настоящая актриса и обладательница театральной премии. Но, друзья, не надо паники и конспирологии. Все это просто новый вид прогрева для многомиллионных продаж марафонов. И абсолютно не важно, реальный там персонаж или не очень. Весь этот цирк с рыданиями, криками, подружками. Все это одна большая, жирная, длинная, нативная реклама. Это, как, знаете, в свое время все дарили машину своим дедушкам. Так вот, теперь придумали вводить человека для того, чтобы толкнуть нам марафон. Более того, чтобы толкнуть этот марафон, блогеры еще и вкладываются в призы, айфоны. Ну, лишь бы купили. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Ну, конечно, мы верим, что все эти рыдания и судьбоносные встречи устроены не по ранее подготовленному сценарию, а просто случайно наснимала себя с руки, ну, как говорится, в нужный момент. Но вот, знаете, эта наглая, навязчивая реклама, это, наверное, не самое страшное, что лично меня убивает в этой истории. Меня, наверное, больше волнует массовая продажа воздуха. Ну, правда, нам продают с вами иллюзии о каком-то космическом финансовом обороте, успехе. И все это прикрывается фейковой добродетелем. И, знаете, когда я захожу на все эти сайты блогеров и марафонцев, я вижу обещания, и у всех как под копирку. Все бьют на болевые точки любого среднестатистического жителя нашей страны. Ты сможешь работать по 2 часа в день с зарплатой 80 тысяч рублей. Ты сможешь жить в собственной квартире без апотеки. Ты сможешь помочь своим детям и родным. Ты сможешь путешествовать и зарабатывать из любой точки мира. Ты должен уйти с нелюбимой работы и работать на любимой. Просто купи марафон. Черт возьми, друзья, как же красиво звучит. Но что мы получим на самом деле? И я решила это узнать и купила один из таких марафонов от блогеров. И прошла его от начала и до конца. Потратила на него целый месяц. Месяц, друзья. Месяц. Пожалуйста. Я очень надеюсь, что вы оцените старания и поставите лайк за потраченные дни моей жизни. А купила я марафон по заработку от двух знаменитых истопарочек-миллионников. Серовский и Савчук с Матухном, который называется «Делай деньги. 82 способа заработка в интернете». И да, друзья, я понимаю, что марафонов по заработку очень много. Все разом не изучить. Также я не СММ-специалист и не Инстаграм-блогер. Но, тем не менее, друзья, я знаю, как делается контент. Чем пахнут шоу-румы с садовода, косметика на кухне и чек-листы из Википедии. А значит, смогу оценить эффективность этого суперкурса. Друзья, ну как вам мое преображение? Всю эту одежду я купила на Алиэкспресс. И, несмотря на достаточно низкую цену, эти вещи можно взять еще дешевле. Ведь сейчас перед самой крупной распродажей в году 11.11 Алиэкспресс пачками раздает скидки на товары. Так, в разделе «Центр купонов» висят купоны со скидками на одежду, как у меня и не только. Например, на каждый из этих свитеров можно заполучить купон на 80 рублей. То есть я могла бы сэкономить минимум, считаем, 160 рублей. А также ищите купоны в карточке продавца на главной странице. Но нужно поспешить, ведь раздача купонов закончится ровно 11.11. В этот день вы сможете применить собранные купоны и приобрести вещи с максимальной скидкой в 2020 году. Все, от электроники до надежды. Также, пожалуйста, друзья, обращайте внимание на товары со знаком «плюс». На них дополнительно распространяется ускоренная доставка и, самое главное, удобная возврата. И так как в эти дни у вас будут большие траты, ни в коем случае, пожалуйста, прямо настоятельно прошу вас, не забывайте про кэшбэк-сервис «Мегабонус», который возвращает с покупок на Алиэкспресс до 6.46% на максимальном уровне программы лояльности. Но для того, чтобы заработать свой кэшбэк, необходимо установить расширение и зарегистрироваться в один клик. Это можно сделать через почту или любые социальные сети. Затем вы переходите, активируете кэшбэк на странице Алиэкспресс в «Мегабонус» перед добавлением товара в корзину. Ну а дальше что? Дальше вы просто совершаете покупку, как обычно, а «Мегабонус» начисляет вам кэшбэк. На странице товара с помощью расширения «Мегабонус» вы также можете отследить изменения цены и убедиться, что указанная скидка верна. Вывести свой кэшбэк можно любым удобным способом – на карту, телефон, на любые электронные кошельки. Вывод осуществляется от полутора долларов. И такая низкая сумма позволяет любому новому пользователю купить с кэшбэком и почти сразу его вывести. И, друзья, специально для вас «Мегабонус» предоставил промокод на максимальный кэшбэк в период распродажи. Переходите, пожалуйста, по ссылочке в описании, активируйте расширение «Мегабонус», применяйте промокод, добавляйте вещи в корзину, собирайте купоны, монеты, чтобы купить вещи по выгодным ценам на распродаже 11.11. И получить кэшбэк, который будет радовать не только глаз, но и кошелек. И начнем с того, куда никто не заглядывает. Договор офертный. Итак, перед самой покупкой из-за договора я выяснила, что семейства Серовский и товарищи Савчук и Матухно не принимают на себя ответственность за несоответствие результата оказанных услуг ожиданием пользователя. Как говорится, то, что мы не оправдали ваши ожидания, это, друзья, ваши проблемы. А если вы остались недовольны, то деньги вы вернуть не сможете. Такая возможность предоставлялась только до истечения трех дней. А модули, которые открыли в первые три дня, содержали в себе лишь вводную информацию, и трудно было понять, будет ли курс полезным или нет. Ну, как бы опять, нам на вас срать. Более того, согласно условиям, с вами могли расторгнуть договор в любой момент или изменить правила оферты, закрыв доступ к курсу. И я думаю, что это стандартная практика на случай недовольных подписчиков. У вас есть претензии? Идите нахер. Ну, что сказать. Нормально подстраховались, ребята, плюсую. Я еще курс не прошла, а меня уже опрокинули. Теперь немножко занимательной математики. На старте продаж курс отдавался со скидкой, и его цена была 2 990 рублей. Вполне возможно, что как минимум 3885 человек оплатило курс. Умножаем. Итого. 11 миллионов на четверых. В среднем по 3 миллиона на человека. Это если вдруг после меня больше курс никто не покупал. Это вам, конечно, не 110 миллионов, но это сумма, которую многие жители нашей страны заработают минимум за 10 лет. Но итоговая сумма в разы больше. Ну, потому что я покупала курс почти сразу. Ну, как открыли продажи. А они продолжались несколько дней. Более того, был запущен второй поток курса. И, возможно, будет третий. Прогревы тоже не прекращались. В сторис на подписчиков лился бесконечный поток благодарных учеников. Отзывы больше похожи на сказку. Ну, например, девушка прошла только третий модуль, а ей уже ответил первый клиент и перевел 6500 рублей. Очень странный отзыв, учитывая, что обучение началось только с четвертого модуля. А на третьем, собственно, разбиралась, как определить свои таланты и выбрать способ заработка. За что клиент перевел там девушке деньги, не очень понятно. Видать, девушка такая, знаете, вундеркинд и умеет проходить закрытый курс экстерном. Или вот, пожалуйста, еще одна ученица после первого модуля поняла, что курс пушка и стоит своих денег. Что же было на первом модуле? А там говорится о том, как взять 100% пользы от этого обучения. Рассказывается, почему нужно пройти до конца и объясняют, почему агитируют перейти в онлайн. Никаких обучений и обещаний больших денег в первом модуле еще не было. Но что всех покупателей курса сразу должно было насторожить? Низкая цена курса. И да, друзья, я сейчас серьезно. При обещаниях получить 82 способа для заработка и полученные навыки, искать клиентов спустя две недели, для каждого, кто даже не знал, что существует мир онлайн-профессий, 2 990 рублей, это очень дешево. Сразу должны были возникнуть мысли, что информация на курсе будет либо некачественная, либо поверхностная. Вот вам для сравнения. Именитые образовательные онлайн-платформы только на одну профильную специальность обучают от года до двух лет. Следующий шаг, который должен был насторожить, это уже упомянутые 82 способа заработка. Но невозможно за один курс впитать в себя столько информации. Впрочем, на отсутствие обучения намекали и сами создатели курса в его программе на сайте. Вот, например, строчка. Поймете, как зарабатывать на дизайне. Чувствуете, да? Не научитесь, а лишь поймете. Ну, а если вам сейчас кажется, что я преувеличиваю или придираюсь, то вот есть фраза. Пошаговый план, как обучиться дизайну. А вот, что из себя представляет этот план. Начните развивать чувство вкуса. Проанализируйте минимум 50 сайтов. Соберите папки со скриншотами лендингов. Скачайте графический редактор и ознакомьтесь с его инструментами. Выберите несложный лендинг. Повторите его. Продолжайте повторять несложные сайты каждый день, чтобы прокачивать навык. Как вам содержательно? Научитесь вы таким образом дизайну. Начнете зарабатывать свои первые деньги? Думаю, мало найдется людей, кто не слышал о том, что существует профессия дизайнер сайтов. И начальные навыки можно получить, конечно же, бесплатно. Например, у Тинды есть целый блок обучающих материалов. Но тогда у меня вопрос, а зачем вообще покупать этот курс? Если я захочу зарабатывать на дизайне, я пойду в Google и узнаю, как это сделать. И за эти знания мне не придется платить 3000 рублей, они бесплатные. Допустим, вы заплатили еще денег на профильное обучение по созданию сайтов. Вышли на рынок в надежде заработать свои там от 30 до 250 тысяч рублей. И что вы видите? Десятки таких же голодных новичков без портфолио, которые готовы сделать сайт за пару тысяч. Чем это плохо для рынка? Во-первых, демпинг. Он обесценивает уже существующих хороших специалистов. И в дальнейшем будет очень трудно убедить заказчика в том, что ваша работа стоит гораздо больших денег. Зачем кому-то платить десятки тысяч, если можно найти того, кто сделает это за 2000 рублей? Именно на этот сайт создатели курса отправляют учеников искать себе заказы. В описании профессии написано, что в месяц можно делать от трех до шести сайтов. И как же тогда зарабатывать хотя бы минимально обещанные 30 тысяч, если заказчикам сразу говорят, что можно заказать сайт от 1000 рублей? Загадка. Впрочем, на слишком радужный мир все эти наши создатели курсов настраивают в каждой описываемой вакансии. И какой бы пример я ни взяла, будет одно и то же. В заработах 500 тысяч, в 700 тысяч, в полтора миллиона рублей, в 15 миллионов рублей, в 20 миллионов рублей. И самое прекрасное, создание агентства по комплексной упаковке бизнеса. Доход не ограничен. Еще в описании многих профессий вам будут советовать прочитать книгу «Пиши, сокращай». Ее называют общепризнанной библией-копирайтером. И ее обычно советуют прочитать всем тем, кто каким-либо образом решил связать там свою работу с онлайн. Будь то написание текстов или даже дизайн-сайт. Ее в разное время советовал чуть ли не каждый блогер. Ну или просто там как-то показывал в сторис, что читает ее. И я всегда наивно считала, что курс, из которого вы платите деньги, должен содержать новую для вас информацию. Не копипаста из интернета, не то, что можно найти бесплатно, а что-то эксклюзивное и уникальное. Например, вот кто не знал, что можно продавать какие-либо вещи в интернете? А это на полной серьезе выделили в отдельный вид заработка. Или может кто-то не в курсе, что в блоге можно продавать рекламу? Вот скажите мне, без этого курса вы бы в этом не разобрались? Не стали бы принимать предложения от брендов или личных страниц, если бы нарастили аудиторию в блоге? А может вы не задумывались о том, что знания иностранного языка можно продать в онлайне? Но знаете, это еще не самые абсурдные варианты. Есть и такие, на которых вы просто потеряете время. Например, заработок на опросах. Спасибо, что не тех самых, где вас оставят без денег. И я решила посмотреть отзывы на один из предложенных сайтов и выяснила, что на нем вообще невозможно заработать. Так как за пройденные опросы начисляют баллы. Баллы, а не рублей. Ну, может хотя бы предостойчивые. Получится потом на Авито продать и хоть что-то заработать. Но, увы, нет. Вот, например, девушка жалуется, что обменяв баллы на вещь, получила китайский трек-номер и дешевый гаджет с Алиэкспресса. И такое на сайте действительно есть. Вот вам предлагают получить за 500 баллов разделитель белков и желтков. А вот он же на Алиэкспресс за 14 рублей. Вот в чем самая главная задача. Начать зарабатывать первые деньги. Ну, как говорится, 14 рублей тоже деньги. А точную сумму заработка вам никто и не обещал. Более того, вам вообще не обещали, что вы что-то заработаете. Формулировка «сделайте первый шаг к деньгам» отлично снимает ответственность с автором курса. Поэтому хвалебные отзывы от тех, кто делает свои первые деньги, даже не закончив курс до конца, я бы подвергла очень большому сомнению. Ну вот, друзья, давайте просто с вами сейчас вот вместе вдумаемся. Ну, кто заплатит новичку 287 тысяч? За что? Ну, за какие заслуги? Эта сервис была выложена две недели назад. В то же время открылись последние уроки курса. И лично мне кажется очень странным, что за месяц можно выйти на такой доход, учитывая, что вам не дают абсолютно никаких знаний, а лишь отправляют учиться дальше. Еще очень странным выглядит совет начать делать первые деньги, став оператором колл-центра. И мало ли кто не знает, они делают уточнение. Колл-центр – это организация, которая занимается консультированием покупателей, компании-заказчика с помощью телефонных звонков. И вот сейчас скажите мне, пожалуйста, вот честно только, ладно, вот у вас вяжется это все с красивой жизнью в интернете? Не знали вы до этого, что можно устроиться в какой-нибудь банк, работать на телефоне? Зачем платить деньги за такие знания? Может быть, вас научат стать шикарным продажником и гуру по холодным звонкам? Увы, нет. Вместо этого вот вам совет. Прочитайте книгу «Психология влияния». Позвоните в 10-15 различных сервисов поддержки, проанализируйте, как общаются операторы. Потренируйтесь самостоятельно повторить несколько таких звонков. Зайдите на HeadHunter и откликнитесь на 10-15 вакансий оператора колл-центра. Пау, на этом обучение закончено. Дальше как не будет самое. Еще один большой недостаток курса – это отсутствие обратной связи. Например, в один из дней мне пришло на почту письмо о том, что появился бот, где будут отвечать на вопросы. То ли вопросов не было, то ли игнорировать учеников курса – это привычное дело. Но вот, например, мой вопрос от 21 октября о том, что последние уроки долго не открывались, так и остался без ответа. Допустим, окей, проигнорировать вопрос в чат-боте – это нормально. Но где же та самая поддержка, вдохновение от авторов курса, которые обещали в этом боте? Кроме этого, никем не проверялись домашние задания. Конечно, это окей, никто не обещал. Но знаете, вот задается мне, что последние пункты с обратной связью отслеживались очень тщательно, чтобы добавить это в кейс успешного запуска курса. Впрочем, Матухну еще в начале курса дал понять, что он не особо будет утруждаться с ответами. Мы всегда вам ответим, всегда вас поддерживаем. Да даже если не ответим, просто знайте, что мы в вас верим. Этого должно быть достаточно. Ответа можете не ждать. Просто поднимите блогерам актив и статистику, отправляя сообщения с отзывами в Директ в надежде, что они сделают репост в ваши сторисы. И помимо видеоблогов, в которых зачастую дублировалась информация с PDF-файлов, в каждом модуле был PDF-файл с примерами реальных людей, у которых получилось и которые должны были замотивировать вас на успех. Вот, например, девушка вышла на доход с нуля до 200 тысяч рублей. Далее рассказывается, как удалось этого достичь. И это, пожалуй, действительно полезный блог, который может дать идею о том, как продвигаться и начать зарабатывать. Но, опять же, не научить нужным навыкам. Впрочем, об этом говорят и на самом курсе, еще в самом начале. Не нужно думать, что вы выйдете после этого обучения, вот из точки А и из точки Б, вы выйдете топовым специалистом. Не нужно мыслить реально, адекватно и ставить себе такие же адекватные цели. Обучение отчасти вы получаете уже здесь, но дальше вам придется продолжить свой путь, дальше проходить образовательные программы, получать новые знания, практиковаться. Это, в общем, получать те навыки, из которых сложится услуга, которую вы будете продавать. Бесспорно, сфера онлайн-услуг – это та сфера, где образование должно идти непрерывно, чтобы быть в курсе всех изменений в тех же социальных сетях, например. Но лично я от этого курса ждала ничего-то большего, чем список каких-то книг и рекомендаций наблюдать за продюсерами или складировать в папочку в криншоты сайтов. Подводя итог, хочется, наверное, сразу ответить тем, кто попытается возразить в комментариях, что, скорее всего, курс рассчитан на новичков. Во-первых, друзья, в списке интернет-профессии можно найти бесплатно в интернете. Там же можно найти первые шаги по обучению новой профессии. Есть множество бесплатных курсов и видеоуроков, которые будут, ну, правда, куда полезнее. За это не нужно платить 3000 рублей. Очень многие меня просили пройти этот курс, поделиться своим мнением, поэтому все законно. Купила курс, прошла, делюсь с вами. Считаю ли я, что он стоит своих денег? Нет, я так не считаю. Я считаю, что всю эту информацию, еще раз повторюсь, можно найти в интернете. И, во-вторых, курс не позиционировался, как продукт для новичков. И вот, пожалуйста, цитапы. Это универсальный продукт, который поможет зарабатывать больше любому человеку. Новички откроют для себя целый мир онлайн-профессий, а опытные ребята шире узнают эту сферу и найдут новые источники дохода. Правда? Серьезно? Мне кажется, мы о разных курсах, видимо, говорим. Вот только те, кто давно работает в сфере онлайн-профессий, и так знают, как расширить свою сферу деятельности и увеличить доход. А если они зашли в тупик, то всегда можно обратиться к поисковику. Вообще, даже наше объединение называют коллаборацией века, потому что соединились несколько лидеров, несколько умов, которые будут передавать вам свои знания. И, друзья, прямо сейчас вы напишите в комментариях, заслуживает ли этот союз звание коллаборации века. И не забудьте написать, кого мне еще проверить. Но пока лично мой вердикт нет. Нет, нет, еще раз нет. Я бы такое покупать не советовала. И, друзья, здесь я вижу множество глобальных проблем. Первое со стороны фанатов блогера, молодых людей, которые им верят. Они реально решат, что можно после этого курса без знаний, без талантов, без практики пойти и зарабатывать кучу денег в этих ваших интернетах. И тут они столкнутся с разочарованием. На злобу дня нашла переписки, гуляющие в сети. Девушка пишет потенциальному работодателю, мол, я только начала обучаться у Батановны управлению бизнес-аккаунтом, хочу 20 тысяч рублей. А ей в ответ, у вас нет опыта, у вас нет кейсов, и вы хотите 20 тысяч рублей. А вы понимаете, что такой специальности управления бизнес-аккаунтом не существует? То есть работодателям глубоко плевать на то, что вы прошли курс от Батановны, Матухно или Лерчи. А еще они не в курсе, почему вы думаете, что вам будут платить даже 20 тысяч рублей за это. И вот эти маленькие девочки сидят и такие, в смысле, я же прошла марафон, где мои бали и лям? Вторая проблема – это перенасыщение рынка недоспециалистами, которые снижают доверие к профессии, к самим блогерам, их контент-мейкерам, снижают в целом ценник для специалистов с большим опытом работы. Короче, в блогерстве хлам и хаос. Больше неграмотного народа, меньше кислорода. Третье – бессмысленная трата денег и времени. Блогеры – это не преподаватели. Они сами зачастую не имеют должных знаний, навыков обучения чему-либо других. Они тупо отбивают свою популярность здесь и сейчас посредством продажи хоть чего-нибудь. И если вы решили, что хотите изменить свою жизнь, если вы действительно думаете, что работа в онлайне – это то, чем вы хотели бы там заниматься, то, пожалуйста, идите учиться в крупной онлайн-школе, которые давно тебя зарекомендовали на рынке, которые обещают вам гарантию трудоустройства. Зачастую, да, их цены в несколько раз выше, чем у блогеров. Но это гораздо, друзья, безопаснее. Любым курсом можно расчароваться. Но в случае с продавцами красивой жизни из Инстаграма этот риск возрастает в разы. И, пожалуйста, не обольщайтесь. Заработки в интернете – это тоже работа, и ее надо работать много, долго и профессионально. Реальность куда злее, чем ванильные блогерские обещания. Друзья, на этом сегодня все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока. Кристиночка, помните, вот мы с ней из одного города. Великие бомжицы. Последний хрен с солью доедаю. Может, пить? Вы что, прикалываете? Сейчас было хорошо. Кристина, давай. А мне еще кредит за мамину шубу. И что, эти бурашки? Какой кошмар. Вы видите, что происходит? Что происходит? Обалдеть, что случилось, Крис? Все, благодаря твоему. И уже начала зарабатывать свои первые деньги. Да, Крис? Да.